Наталья Кожина Спасибо, что пришли к нам в гости и нашли время пообщаться на столь непростую тему. Спасибо, что пригласили. Федор Казимирович, я, конечно, понимаю, что очень много заболеваний в органах дыхания, но тем не менее хотелось бы начать с того, что 24 числа у нас будет Всемирный день борьбы с туберкулезом, и хотелось бы узнать в цифрах, в общем-то, как это заболевание в нашей стране. Именно по цифрам, по регионам, может быть, есть какая-то информация, стоит ли бояться, не стоит, так ли все страшно. Вы правы, заболеваний много, а туберкулез – заболевание особенное. И по степени социальной значимости сегодня туберкулез не является заболеванием номер один. Ни в пульмонологии, ни в кардиологии, ни в угрозе, все они опережают по уровню социальной значимости. Но по степени социальной опасности это инфекция номер один. Сегодня туберкулез призван угрозой номер один всему миру. И есть целые международные программы, которые призваны победить туберкулез. Это инфекционное заболевание, оно заразное заболевание, и, вероятно, поэтому так трудно с ним бороться. Передается оно в основном аэрогенным путем. И, несмотря на то, что это заболевание сопровождает человечество на протяжении всей истории его развития, победить его не удается. На сегодняшний день существует список из 22 стран, в которых по расчетам Всемирной организации здравоохранения бремя туберкулеза является наибольшим. Россия, к сожалению, в этом списке занимает 13 место. И мы можем спорить относительно того, какое это место, почетное или непочетное, потому что мы точно знаем, что сегодня ни одна страна в мире не может похвастаться такой строгой системой учета, регистрации туберкулеза. Мы же пользуемся не расчетными данными, а точными данными. И, тем не менее, мы в этом списке находимся. Но тенденция какова? Тенденция благоприятна. То есть цифры идут на спад, правильно? Безусловно. По всем самым важным показателям налицо признаки того, что Россия на верном пути. Если в 2009 году заболеваемость туберкулезом в стране была на уровне 82,5 на 100 тысяч населения, то уже в 2010 году у нас было 77 на 100 тысяч населения. В 2011 году уже 73 на 100 тысяч населения. А в ряде наиболее благополучных регионов это и 42, и 35 на 100 тысяч населения. Это практически среднеевропейские показатели. Петр Казимирович, но все-таки я думаю, что необходимо озвучить цифры, которые актуальны для Москвы, потому что мы все-таки в Москве находимся. Здесь какова ситуация? Москва один из самых благополучных регионов Российской Федерации. Если сравнивать цифры прошлого и нынешнего года, заболеваемость была 45,5 в прошлом году, в этом году 44,8% на 100 тысяч населения. И на самом деле в абсолютных цифрах это очень небольшое количество вновь заболевших больных туберкулезом. Это меньше 5000 человек на всю Москву. Но есть регионы, в которых наоборот ситуация достаточно острая. Вот что это за регионы? Мы с вами за эфиром общались. В Сибири ситуация не благополучная. Я бы не назвал ее острой, но она действительно, скажем, ну в общем иная. Действительно, больший уровень заболеваемости отмечается в дальневосточном и сибирском федеральных округах. При этом там есть свои лидеры. Пока не радует нас ситуация в южном и северо-кавказском федеральных округах. Наиболее благополучные это центральный регион России и северо-западный регион России. А как вы думаете, с чем связано? Вот в Москве, вот мне казалось наоборот, здесь такое огромное количество людей. Здесь людей, которые болеют туберкулезом, ну вот по логике, да, мне казалось, должно быть намного больше. Но тем не менее, вы называете абсолютно другие регионы. В Москве, в общем-то, ситуация очень даже хорошая и стабильная. Как вы думаете, за с чем может быть связано? Цифры, которые я вам называл, это цифры заболеваемости туберкулеза. Когда мы говорим о цифрах накопленной болезненности, это количество больных туберкулезом наблюдающихся, они несколько больше. Но они тоже не катастрофичны. И дело в том, что туберкулез, как болезнь хорошо изученная, она длительное время, больные с туберкулезом длительное время наблюдаются в наших противотуберкулезных диспансерах. Они не снимаются с учета, и к тому есть веские причины. Но это уже не совсем больные люди. Прежде всего, они не опасны, они не заразны. Во-вторых, последствия туберкулеза следует наблюдать длительное время во избежание раннего рецидива болезни. Так называемые контингенты. Они наблюдаются в так называемых группах диспансерного учета. И вот таких пациентов несколько больше, но они сегодня не представляют опасности для населения. С другой стороны, я хочу сказать, что когда мы сосчитали, оказалось, что в структуре всей работы противотуберкулезных диспансеров больные активным туберкулезом занимают от 1 до 7%. Все остальное это пациенты, которые приходят туда, наблюдающиеся, принесшие туберкулез, и такие, как мы с вами, приходят за справкой о том, что у них нет туберкулеза для трудоустройства и так далее. И это все больше напоминает такую картину, когда диспансер из центра концентрирующего на себе туберкулез превращается в центры здоровых легких, куда люди приходят за консультацией к врачу, поинтересоваться, все ли у него хорошо. Туда направляется вся флюоропатология. И вот этот вопрос, который я задаю обычно всем своим собеседникам. Вы в этом году проходили флюорографию? Я вам настоятельно рекомендую ее пройти. Нужно раз в год. Безусловно. Вот вы говорите, безусловно, это для вас безусловно. Вот сижу я, допустим, и абсолютно, мне даже стало стыдно, вот вы за эфиром не сказали, что проходили вы флюорографию? Я говорю, нет. И на самом деле для меня это было, ну не то, что открытие, но это где-то было в подкорке сознания, знаете, что вроде как надо ее делать, а с какой периодичностью, я абсолютно об этом не задумывалась. А вы сейчас мне говорите один раз в год. Да, по существующим нормативам, кстати, за которые отвечают руководители предприятий и учреждений. Это сегодня не сфера ответственности врача, это сфера ответственности администрации. И, кстати, они очень часто наказываются, службы Роспотребнадзора, за то, что сотрудники учреждений не исполняют это предписание. И это одна из самых главных мер, если хотите так, социального благополучия населения. Потому что мы выявляем, и, кстати, флюороисследование, оно полезно не только потому, что мы ищем туберкулез. Ведь в легких нет нервов, оно не болит. И когда появляются признаки легочного заболевания, это может быть самые разные заболевания, но чаще всего это уже запущенные заболевания. Так вот, когда находят мнение на флюорограмме, больные обычно говорят, ну, доктор, я же ни на что не жалуюсь, я же практически здоров. Значит, у вас своевременно выявили заболевание. И тогда и доктору легче с этим справиться, и для пациента это менее затратно, и по времени, и по моральными сдержкам, и так далее, и так далее. А скажите, можно выделить какую-то группу риска? Люди, которые больше других, скажем так, могут быть подвержены заболеванию туберкулеза? Если говорить о туберкулезе, то, безусловно, чаще болеют люди социально неадаптированные, безработные, люди, скажем, недоедающие, ну, или плохо питающиеся, ведущие такой беспорядочный образ жизни. Очень большое значение имеет моральная депрессия. Вот настроение, вот туберкулеза – это болезнь пессимистов, к сожалению, вот так можно сказать. И поэтому вот все, что способствует сегодня улучшению настроения человека, улучшению его физического состояния, хорошее питание, работа, постоянная работа, хорошие бытовые условия, безусловно, скученность, грязь. Ведь вообще известно, что ведущий путь заражения туберкулезом – аэрогенный путь. Действительно, по воздуху мы чаще всего заражаемся. Но показано, что в контингентах, которые соблюдают правила личной гигиены, моют руки, умывают лицо, заболеваемость меньше. Поэтому трудно выделить какой-то наиболее важный фактор. Но социальная стабильность, хорошее питание и оптимизм я бы выделил как три неизбежных атрибута и залога победы над туберкулезом. Скажите, пожалуйста, если в семье, допустим, кто-то из членов семьи, у него выявлен туберкулез, то как другие члены семьи должны действовать, когда в семье уже произошло заражение? У нас есть вопрос аналогичный. Елена из Москвы спрашивает, что у коллеги выявили на работе туберкулез, она на больничном. Нам теперь всем нужно идти проверяться вот такой пессимистичный? Да, обязательно. И в этом никакой шутливости быть не может. Безусловно, все контактные лица должны быть обследованы. Кстати, не только члены семьи, а лучше еще и соседи, партнеры по теннису, по баскетболу, кто чем увлекается. Потому что это все контактные люди. И если вы заботитесь о том, чтобы вы не причинили им зла, это обязательно нужно рекомендовать. Кстати, есть цифры, которые вызывают некую тревогу. И у меня, как у главного афтезиатора, и у моих коллег по цеху. Если раньше в очагах обследовалось в среднем 15-17 контактных лиц, то сегодня всего 5-6. Понятно, что раньше больше жили в коммунальных квартирах, и количество соседей было большим. Но мне кажется, что все-таки обследование должно повлекать максимально широкий круг ваших контактных лиц. С другой стороны, прежде всего, что нужно сделать, выяснить, это заразная форма туберкулеза или не заразная форма туберкулеза. И все больные с заразной формой туберкулеза должны быть изолированы. Они должны быть госпитализированы в туберкулезную больницу. И это прекращение контакта с больным пациентом, это основной залог того, что вы не заразитесь туберкулезом. Обязательно помещение, где выявлен больной туберкулезом, должно быть обработано специальной службой Роспотребнадзора. И какое-то время все члены семьи пациента должны наблюдаться против туберкулеза диспансерии. Особенно важно, если в семье есть дети. Прежде всего, нужно беречь детей от контакта с больными туберкулезом. Потому что детский туберкулез – это прямое продолжение несвоевременно выявленного, неправильно леченного взрослого туберкулеза. Скажите, пожалуйста, Петр Казимирович, а есть какие-то, не знаю, может быть, новые методы, какие-то новые лекарства в отношении борьбы с этим заболеванием? Все равно прогресс-то у нас идет. Прогресс идет. Но, как сказал великий Илья Ильич Мечников, туберкулез – это не проблема науки, это проблема низкой культуры. Поэтому не следует рассчитывать на то, что завтра появится волшебная таблетка, которая исцелит туберкулез. Такого уровня и такого объема знаний, как накопила наша страна относительно патогенеза этого заболевания, относительно механизмов взаимодействия ферментов, которые вырабатывают микробактерии туберкулеза на окружающие ткани и клетки, наверное, не знает никто в мире. И тем не менее, мир победил туберкулез. Заболеваемость в ведущих европейских странах сегодня 6 случаев на 100 тысяч населения. 8 случаев на 100 тысяч населения. А у нас, как вы помните, эти цифры несколько выше, на порядок выше. И поэтому нужно соблюдать прежде всего правила эпидрежима. И мой главный тезис, что больной туберкулезом должен быть изолирован. Понятно, что речь не идет об изоляции в каких-то специальных учреждениях. Для кого-то это может изоляция в его коттедже. Это не важно. Важно, чтобы общение с этим пациентом было ограничено. И серьезная проблема, которую сегодня мы решаем и обсуждаем с руководителем Министерства здравоохранения, это создание специальных учреждений медико-социального толка. Потому что понятно, что легко договориться и соблюсти условия, скажем, в случае заболевания, социально благополучного человека. Во-первых, он социально адаптирован, он понимает меру своей ответственности, он переживает о судьбе своих близких. Но у нас есть и другие. И вот, к сожалению, этих пациентов нужно изолировать в таких специальных учреждениях. Чтобы то, что называется бациллярным ядром, те люди, которые являются носителями и переносчиками туберкулеза, которые являются источником заражения, не имели контакта с окружающими людьми. Вот тогда этот процесс пойдет вернее. Что касается новых лекарств, безусловно, они есть. Прежде всего, для выявления туберкулеза. Вы все, наверное, знаете реакция МАНТУ. Она традиционная реакция, она много лет используется. И действительно сделала очень много для раннего выявления туберкулеза, особенно у детей. Сегодня мы можем в полный голос говорить о том, что Россия является производителем, изобретателем, первооткрывателем нового препарата. Инновационного препарата, который называется Диаскин-тест. Сегодня этот препарат уже введен в клиническую практику. Он имеется во всех противотуберкулезных диспансерах. Обсуждается вопрос о том, чтобы завтра этот препарат уже был в общей сети, в общей лечебной сети. И это препарат, который позволяет уточнить, скажем, и исключить туберкулез у большого контингента наших сограждан. Он гораздо более специфичный препарат. Он не реагирует никогда на поствакцинальную аллергию. Он, короче, более специфичный препарат. С другой стороны, разрабатывается и в нашем институте в ближайшее время. Закончились уже клинические испытания нового отечественного препарата перхлозон. И я надеюсь, что уже в этом году он получит регистрацию и станет доступным нашим пациентам. Результаты очень оптимистичны. Лаборатория нашего института за последние пять лет протестировала 115 субстанций. Из них найдено три, которые сегодня активно разрабатываются и имеют перспективы стать полноценными лекарственными формами. Поэтому я остаюсь оптимистом. И эта работа продолжается не только в нашей стране и в нашем институте. Она продолжается во всем мире. Поэтому средства будут найдены. Петр Академович, я, пожалуй, приступлю к вопросу наших читателей. Саша Аверина пишет вам. Недавно сдала анализы, было подозрение на туберкулез. При повторном анализе не выявлено никакой болезни. От чего это зависит? Неправильно у нас сделали анализ или прошла острая фаза? Хорошо бы понимать, какой анализ вы сделали. Если это была реакция МАНТУ, то, вероятнее всего, вам нужно сделать диаскин-тест. Действительно, чувствительность реакции МАНТУ очень велика. И в этом ее, собственно, клиническая польза. Но реакция МАНТУ часто бывает положительная у аллергиков, у всех людей, привитых БЦЖ. И часто бывает положительная на фоне простудных заболеваний и так далее. Я уже говорил о том, что диаскин-тест гораздо более специфичен и позволяет отфильтровать ту часть пациента с подозрением на туберкулез, которая действительно не больна туберкулезом. Безусловно, обязательно следует выполнить рентгеновское исследование легких органов грудной клетки. Это связано с тем, что 98% всего туберкулеза – это туберкулез легких. И он, собственно, и представляет главную эпидемиологическую опасность. Что касается внелегочного туберкулеза, костей, суставов, почек, женской половой сферы, глаз, кожи – это сегодня гораздо реже встречается и, безусловно, должно быть выявлено в тезиатр. Поэтому я советую обратиться к врачу и уверен, что ваш противопоказанный диспансер справится с этой задачей. Еще один вопрос у нас от Артема поступил. Он спрашивает, скажите, после лечения туберкулеза можно ли заниматься обычной физкультурой и заниматься футболом? Нужно. Обязательно. Общие укрепляющие процедуры, хорошее питание являются залогом того, что вы окончательно победите эту болезнь и станете здоровым человеком. А вообще, в принципе, к лечению туберкулеза, я даже так читала, что нужно подходить в комплексе, да, то есть пытаться правильно питаться нужно, заниматься спортом, хотя это, конечно, не так просто, если вы, не знаю, 10 лет или 20 курил, начинать такое выражение, то, тем не менее, это тоже помогает в выздоровлении, да? Вы подняли очень актуальную тему. Недавно я выступал на конференции, посвященную человеку и его зависимостям, алкогольной, наркотической и так далее. И при подготовке доклада мой сын, в ту пору студент географического факультета, заинтересовался, чем это я там занимаюсь, и увидел карту, карту туберкулеза в мире, как он распространяется. Посмотрел, говорит, сейчас тебе что-то покажу. И приносит другую карту, карту табакокурения в мире. Вы знаете, когда мы сопоставили, две карты совпали. Совпали. Практически идентичны две картины. Поэтому уровень культуры общества можно тестировать по уровню курящих табак и по заболеваемости туберкулеза. И в этом смысле у нас большие резервы. Ну, прежде всего, потому что вы знаете, и я уверен, наши слушатели и зрители знают, сколько сейчас сил, денег вкладывается в различные профилактические программы. В прошлом году на базе нашего института был открыт телефонный консультативный центр по отказу от табакокурения. Должен сказать, это очень активная телефонная линия. Если можно, я даже скажу телефон. Пожалуйста. 8 800 200 200. Это централизованная Минздравовская линия, куда можно зайти из любой точки Российской Федерации. Сидят профессиональные психологи, которые консультируют и учат пациентов отказаться от курения. Отказавшись от курения, вы уменьшаете шанс заболеть туберкулезом. И практика показывает, что первый контакт с врачом приводит к тому, что 5% курящих отказывают от курения. Просто после первой беседы с врачом. Представляете, какие у нас резервы? Не говоря уже о том, что очень узкая прослойка курящих людей действительно требует медикаментозной поддержки в процессе отказа от курения. Очень узкая. Все остальное зависит от человека, его силы воли, мотивации. И в этом мы готовы вам помочь. И вам активно звонят на эту линию? Да. До 800 звонков в сутки. Да вы что? Да. Это хорошая тенденция, конечно. Дело в том, что мы даже проводим анализы, кто нам звонит. Это часто люди молодые. И это очень важно. Я точно знаю, что сегодня по уровню хронической обструктивной болезни легких Российская Федерация находится на одном из первых мест в мире. К 2020 году, по расчетам ученых, по количеству подобных больных мы сравняемся с больными ишемической болезнью сердца. Я бы назвал это национальной катастрофой. Первопричина одна. Курение табака. Отказавшись от причин. И вот чем больше нам звонит молодых людей, тем больше шансов, что они не докурятся до обструктивной болезни легких. Потому что там нужен какой-то более-менее продолжительный анамнез курения. Поэтому, конечно, нужно вести здоровый образ жизни. И многие напасти вас минуют. Еще один вопрос от нашего читательницы. Она пишет, что у моего брата хронический бронхит. Скажите, как нужно вести себя с таким диагнозом, что можно, что нельзя. Сам он на себе не беспокоится, поэтому беспокоюсь я. Очень сильно кашляет, причем постоянно. Важно знать, сколько лет вашему брату, потому что кашель кашлю рознь. На самом деле все болезни легких укладываются в 8 симптомов. И анализировать каждый из них часто бывает трудно и даже бесполезно. Во-первых, это должен делать врач. Во-вторых, конечно, нужно, чтобы пациент озаботился о состоянии своего здоровья. Чаще всего кашляющие больные приходят к врачу, когда у них меняется характер кашля. Когда в мокроте появляется кровь. Когда мокрота меняет свой характер. Когда ее становится подозрительно много. Либо, наоборот, кашель становится сухим, но мучительным надсадным. За кашлем скрывается очень много заболеваний. Прежде всего, это опухоли легких. Это та же обструктивная болезнь легких. Это тот же туберкулез. Поэтому, безусловно, его следует пригласить к врачу и убедить, что время для этого уже давно пришло. В принципе, кашель может стать причиной для того, чтобы прийти к врачу. Неважно, есть там с кровью или с мокротой. Вот у меня возник кашель. Это повод для беспокойства? Безусловно. Любой признак заболевания, недомогания, длительная температура такая субфибрильная, какая-то потливость, утомляемость, даже безразличие к жизни. Вот что-то не так. Вот что-то дискомфорт какой-то. Это повод обратиться к врачу. Есть так называемый синдром малых признаков. По этому признаку пропал аппетит, не люблю мясо, перестал любить что-то. Вы знаете, я вообще считаю, что обращение к врачу – это событие для пациента. И я уверен, что любой обратившийся уйдет с какой-то пользой для себя. Даже если врач не найдет какой-то тяжелой болезни, слава Богу, если он ее не найдет. Но я уверен, что каждый доктор найдет возможность дать любому жителю, любому гражданину нашей страны, добрый, в том числе и житейский совет. Для того, чтобы его здоровье было в порядке. Ну что ж, продолжаю читать вопросы от наших читателей. Петр Казимирович спрашивает вас, Ольга, никогда никаких проблем с органами дыхания не было? Недавно была в театре и начался приступ кашля, начала задыхаться. Только покинула здание, сразу все прекратилось. С чем это может быть связано? Ольге 48 лет курит. Честно призналась нам наша читательница. Прежде всего, конечно, нужно бросить курить. Но внезапные приступы кашля бывают все-таки по какому-то поводу. Хотелось бы знать, нет ли у вас каких-то аллергических реакций, не было ли их ранее. Обычно приступ кашля на резкие запахи, на холод, на какую-то новую обстановку, на обычные лакокрасочные какие-то изделия, является признаком бронхиальной астмы. А дифференцировать обструктивные заболевания бывает достаточно трудно. Но это тоже повод обратиться к врачу и посоветоваться относительно тактики обследования. То, что она вам понадобится, я не сомневаюсь. Вопрос задает вам Влад. Здравствуйте, Петр Казимирович. Подскажите, пожалуйста, подается ли из лечения трехибронхиальная дискинезия первой степени? Где и каким образом можно пройти курс лечения и примерная его продолжительность? Из Владимира читатель написал. Лечение трехибронхиальной дискинезии или синдрома Муния Куна насчитывает длительную историю. И в свое время даже были предложены специальные операции для того, чтобы уменьшить проявление этого заболевания. Слава Богу, все это уже история, все это уже позади. На сегодняшний день доказано, что дискинезия трехибронхиального дерева – это вторичное состояние, обычно связано с длительным кашлем у больных с хронической обструктивной болезнью легких. Поэтому лечение основного заболевания приводит к тому, что саму дискинезию лечить не приходится. Если у вас смягчится кашель, уменьшится кашель, вы будете меньше страдать от таких приступов, тем меньше будет проявляться дискинезия. И дискинезия первой степени вообще никак не лечится. Это начальный признак заболевания, и лечить нужно то заболевание, которое приводит к подобной дискинезии. У нас вопрос от Григория. Он пишет, Петр Казимирович, что делать, если ночью во сне большие задержки с дыханием? Куда обращаться? Все хотят знать, куда идти. В каждом регионе сегодня есть центры, так называемое лечение пациентов с апноэ во время сна. Это обычно проблема людей, страдающих храпом в ночное время. Занимаются этим пульмонологи. Есть специальная аппаратура, вам предложат обязательно обследование. Вы должны будете какой-то период времени провести в клинике, и когда вы будете спать, за вами будет наблюдать не только медицинский персонал, но и куча всяких датчиков. Очень важно определить природу этого храпа. Часто это какие-то особенности строения гортани и глотки. Иногда это ожирение. Но чаще всего это сочетание причин. Это случается у больных с хронической обструктивной болезнью легких, страдающих ожирением, гипертонической болезнью и так далее. Лечение этих болезней приводит к минимизации проявления этой болезни. Но лечить ее обязательно нужно. Во-первых, потому что человек, который страдает таким синдромом, он не высыпается. Если он работает водителем, если он работает в точном производстве, результаты его работы, естественно, будут хуже. Во-вторых, это может быть просто опасно для здоровья. С другой стороны, эти приступы чреваты просто внезапной смертью. Потому что этот период может затянуться, человек может не проснуться, и поэтому их нельзя оставлять без внимания. Но, судя по вопросу, вы уже знаете, о чем вы пишете, вам уже ведом этот диагноз, врачи вам его подсказали. Я думаю, что вам просто нужно найти клинику, которая возьмется вас вылечить от этого страдания. Еще одна наша читательница пишет, что на протяжении 20 лет по несколько раз в день ощущение неполного вдоха. Мучительно хочется вдохнуть еще чуть-чуть, а некуда. Состояние появилось после тяжелого стресса. Я понимаю, что оно психофизической природы, но пока лечение в этом направлении не помогает. Скажите, пожалуйста, сами судорожные вздохи могут нанести вред организму? И, может быть, в момент приступа можно принять какую-нибудь позу или делать упражнение, помогающее сделать вдох более плавным? Обычно пациенты уже учат врачей, какая поза им помогает. Трудно ее предсказать, потому что вы совершенно правы. В основе этого ощущения, этого симптомокомплекса лежит психоэмоциональное переживание, стресс. Думаю, что вам нужна консультация психоневролога, может быть, пульмонолога, который подскажет вам какие-то минимальные лечебные меры для того, чтобы преодолеть это недомогание. Вопрос от Ирины поступил. Скажите, те грудные сборы, которые продаются в аптеках, помогут ли при заболевании верхних дыхательных путей? Во-первых, в верхних дыхательных путей заболеваний очень много. И далеко не все их следует лечить грудными сборами. Во-вторых, ничего вредного в грудных сборах нет. Другое дело, что употребление грудных сборов представляется таким способом лечения с применением недозированной химиотерапии. Поэтому сегодня есть препараты, которые включают те же целебные вещества из тех же растений, и дозу которых мы точно знаем в каждой форме. Я не буду называть их названия, ваши врачи это знают. Но, повторяю, никакого вреда применение грудных сборов сегодня не представляет. Наоборот, при ряде состояний, кстати, они гораздо полезнее при заболеваниях нежних дыхательных путей, особенно сопровождающихся выделением мокроты. И вот для выделения мокроты следует их принимать. И второй. Следует обратить внимание на грудные сборы номер 3, 6 и 9. Их всего 12. Дело в том, что в этих сборах содержится такая трава термопсис. Это очень лечебная, очень полезная трава, но ее отхаркивающее действие на бронхе оказывается через рефлекс в 12-перстной кишке. И если вы будете принимать, скажем, большую дозу этого грудного сбора, то могут появиться такие явления, как тошнота, даже рвота, недомогание. И вот этого следует избегать. Петр Казимирович, я бы хотела зачитать вам такой вопрос. Если где-то ошибусь, вы меня поправьте, потому что не сильно я в названиях лекарств. Владимир Акинин пишет, что его лечащий врач назначил лечение ингаляции, отравента, цифрофлоксоцин, амбраксол и середит-мультидиск. Доктор, как правильно принимать эти лекарства? С интервалом между каждым наименованием или не имеет значения? Ну вот, конечно, сложный вопрос. В том смысле сложный, что, судя по всему, лечащий врач назначил это лечение в период обострения заболеваний. И у доктора были веские основания назначить комбинацию антибактериальных препаратов, которым, то есть цифрофлоксоцин, к холенолитикам, которым относится отравент, ну вот и другой комбинации лекарств. Безусловно, эти лекарства следует принимать по специальной схеме, и доктор обязан вам это объяснить. Принимать, допустим, антибактериальные препараты постоянно ни к чему. А вот, судя по всему, от середина-мультидиска или отравента вам не придется отказаться ввиду вашего хронического заболевания, обструктивной болезни легких. Но хочу сказать, что каждый врач, назначая подобный комплекс лечения, обязательно расписывает и показывает больному, как следует пользоваться тем или другим, как говорят дети, девайсом. Дело в том, что сегодня лекарственные формы, скажем, мультидиск, они же требуют специального переносчика, это либо ингаляторы, либо специальные установки. И больному следует научить, как этим пользоваться, чтобы больной не просто выпускал две дозы лекарства из ингалятора, а чтобы это лекарство доходило до цели. Нужно правильно дышать, нужно правильно вдыхать. И этим обычно, вот, кстати, дисковые формы в этом смысле гораздо более удобны в употреблении, чем ингаляционные формы препарата. Доктор наверняка вам это рассказывал, вы, вероятно, что-то подзабыли. Если что-то не уяснили, вернитесь к врачу, он вам обязательно все расскажет. Это нельзя делать по телефону и тем более по телевизору. Еще один вопрос. Добрый день. Я асматик, мне раньше помогал фарадил, а сейчас не помогает. Это привыкание к препарату или необходимо его менять? Это может быть и то, и другое. Это нужно обратиться к доктору, может, нужна другая комбинация лекарств. Ну и, пожалуй, зачитаю последний вопрос от Егора. Здравствуйте, уважаемый доктор. Как Вы относитесь к разным системам дыхания? Какой из них можете рекомендовать? Согласны ли Вы с тем, что большая часть населения дышит неправильно? Я учился в клинической ординатории во Всесоюзном институте пульмонологии в ту пору в Ленинграде, когда дискуссии относительно правильного дыхания были очень популярны не только в прессе, но и в медицинской литературе. И, во всяком случае, метод профессора Бутейко проходил специальные испытания в нашем институте в ту пору. Несильно, систем очень много, но, к сожалению, или к счастью, найти убедительных, объективных признаков полезности тех схем дыхания, о которых Вы говорите, не удалось. Поэтому сегодня они не являются стандартом в лечении того или иного заболевания. Кто-то пользуется методикой Стрельника, кто-то пользуется методикой Бутейко. Их действительно несколько, во всяком случае, наиболее распространенных. Но утверждать со всеми дышами неправильно у нас сегодня нет оснований. Петр Казимирович, спасибо огромное еще раз, что Вы пришли к нам в гости и так детально ответили на вопросы наших читателей. Мне бы хотелось, чтобы Вы что-то пожелали тем, кто нас сейчас смотрит, кто будет нас смотреть потом, кто задавал свои вопросы. Я хотел бы всех попросить пройти флюорографию. Я хотел бы попросить всех бросить курить. Я хотел бы, чтобы мы все вели здоровый образ жизни, создавали друг другу хорошее настроение и оставались здоровыми. Будьте здоровы. Спасибо еще раз. Я надеюсь, что Ваши слова будут услышаны нашими читателями, нашими зрителями. Дорогие друзья, спасибо, что были с нами. Всего доброго. Спасибо. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok